Здравствуйте дорогие цветоводы, гости и подписчики моего канала. Сегодня буду сеять на рассаду катарантус. Каждый год выращиваю этот великолепный цветок. Он цветет все лето, а при раннем посеве зацветает уже весной. Сегодня 6 января и я приступаю к посеву. Зацветает катарантус примерно через 3-4 месяца после всходов. Это растение имеет очень красивую зелень. Такие продольные ярко-изумрудные блестящие листочки и цветки. Здесь катарантус белый с розовым ярким пятном в центре. В прошлом году я выращивала малиновый катарантус. Он очень шикарно обильно цвел все лето. Неприхотливый абсолютно цветок. Стойко переносит и жару хорошо цветет на солнечном месте. Мне очень нравятся низкорослые сорта. Поэтому я выбираю, чтобы катарантус был высотой не более 30 см. Тогда он в растении формирует компактный пышный кустик. Не требует прищипки. И смотрится очень пышно. Как вы видите, здесь указано, что катарантус можно выращивать как комнатное растение. И действительно, он очень хорошо растет даже в домашних условиях. И как комнатный цветок украшает подоконники. Можно сажать в балконные ящики. Как я и сказала, растение очень неприхотливое. При покупке семян обязательно обращайте внимание не только на срок годности, но и на дату сбора семян. Чем свежее семена, тем у них лучше схожесть. Семена катарантуса не слишком мелкие. Вот такие вот они черненькие. Здесь в пакетике 5 семян. И я приступаю к посеву. Для посева я уже приготовила емкости. Буду сеять вот в такие небольшие контейнеры. В принципе, в один контейнер 5 семян будет достаточно. И далее посевы буду закрывать вот в такой тепличке прозрачной пластиковой крышкой. Обязательно необходимо закрывать посевы либо прозрачной пластиковой крышкой, либо пленкой, чтобы сохранить постоянную влажность. И обязательно в емкости для посева должны быть отверстия для того, чтобы излишки влаги стекали. И я уже подготовила субстрат. И перед посевом поливаю грунт. Для посевов я всегда, я в основном использую вот такой вот почвобрикет. Это торфяной субстрат. Я его хорошо размачиваю. И, конечно, еще предварительно поливаю, чтобы грунт был хорошо влажный. И теперь семена без замачивания, без подготовки перемещаю на поверхность грунта. Стараюсь равномерно распределять семянки примерно через 2-3 сантиметра. После того, как высеяли семена, смотрите, их можно сказать не видно, куда они легли. И сверху мы посевы не поливаем, а осторожно опрыскиваем мелким распылением, чтобы увлажнить наши семянки. И так как семена не слишком мелкие, их необходимо присыпать. Я буду присыпать вот таким мелким вермикулитом. Слоем буквально несколько миллиметров, не более 5 миллиметров присыпаю. И еще раз опрыскиваю этот слой, чтобы увлажнить. После того, как проведен посев катарантуса, как я и говорила, помещаю в тепличку, закрываю крышкой. Катарантус, в принципе, не обязательно ставить до появления всходов на светлое место, но обязательно в тепло. При температуре не менее 23 градуса, лучше 25 градусов, катарантус ходит через 7-10 дней. Итак, ждем всходов. Дорогие цветоводы, на 8 день я открываю тепличку и вижу всходы катарантуса. Все 5 семянок дали одновременно всходы. Хотя вчера, на 7 день после посева, я заглядывала в тепличку, даже не было признаков появления ростков. И вот на 8 день они все вместе проросли. Хорошо, что у меня посевы стояли под лампой. Они, конечно, все равно вытянулись на 1,5 см, но сейчас я им обеспечу хорошее освещение и катарантус не будет вытягиваться. Еще один денек подержу в тепличке посевы, перемещу на... Субтитры создавал DimaTorzok